Люди, люди, разве так бывает? Старший брат Иван в бою погиб. Маму с папой немцы расстреляли. Почему так много в мире зла? Развяжи, сестры мои, игрушку. Исторические и военные события, героические подвиги солдат, офицеров, дружеников тыла и обычных граждан. Проникновенные стихотворные строки об этом прозвучали на пятом открытом конкурсе чтецов «Праздник белых журавлей». Инициатором литературного праздника был народный поэт Дагестана Расул Гамзатов, столица дня рождения которого отметили в этом году. Конкурс прошел в двух форматах – очном и заочном, и объединил более 60 чтецов из Москвы, Орехова, Зуева, Щелкова, Королева и Фрязина. Их расстреляли на рассвете, когда еще белела мгла. Там были женщины и дети, и эта девочка была. Сперва велели им раздеться, потом к обрыву встать спиной, но вдруг раздался голос детский, невинный, тихий и живой. Чтобы взять и унять тревогу, я церковные двери открыл. И просил, и молил я Бога, чтобы не было детских могил. Перед Богом я снова маленький, хоть и прожитый тысячи дней. Надо мной прилетают ангелы, белоснежные души, детей. Был очень интересный репертуар. Все участники, они большие молодцы. Они действительно приложили максимум усилий и выходили на сцену с искренними чувствами и с искренними эмоциями. И мы надеемся, что наш конкурс будет жить и расширяться. Завершением конкурса стал гала-концерт, где выступили творческие коллективы Дома культуры Литвинова, театральную студию «Четвертая стена», хореографический ансамбль «Степ-бай-степ» и ведущий библиотекарь Литвиновской сельской библиотеки Наталья Столярова. Кульминацией творческого вечера стало награждение победителей и участников конкурса. Евгения Корытько, Сергей Василевский, Щелковское телевидение. Продолжение следует...